Настоящие катакомбы можно увидеть в подвале жилого дома номер 69, корпус 1 на улице Стройково. Переплетение дырявых канализационных труб, земля, пропитанная нечистотами. Все это не дает покоя жителям дома много лет. На этот раз канализацию прорвало 11 февраля. И только 3 марта нечистоты попытались откачать, однако не до конца. Звонили каждый день. Никакие меры не принимались. Или примутся, придут, посмотрят и уходят. Аварийка приедет, что-то там поделает, уезжает буквально. Прямо через несколько времени прошедшего начинается опять засор, течь, труба лопнута. Все, значит, льется в подвал. Дышать невозможно было. Годами жильцы дома страдают и от соответствующего запаха, который расходится с первого до пятого этажа. Даже в лютые морозы жители этого дома оставляют входную дверь открытой для того, чтобы подъезд и квартиры проветривались от канализационного зловонья. Все окна тоже проветриваем, потому что запах вообще невыносим. Именно постоянное затопление подвала, пары, горячей воды и, соответственно, у нас был нормальный ремонт косметический в подъезде. Оно все облетело. На днях жильцы выложили в соцсети фото дыры в металлической трубе, которая соединяет всю канализационную систему и уводит стоки в коллектор. Именно из нее и шла течь в подвал. Смотрю, уже серебристым скотчем дырку заклеили, чтобы в глаза не бросалось. Вот это называется реакция на репост. Очевидно, что такое решение вопроса жильцов не устраивает, ведь проблема куда глубже. Труба, ведущая от дома в коллектор, регулярно забивается. Кроме того, прямо над ней растет дерево. Люди предполагают, что его корни давно повредили трубу. Жильцы считают, что необходим капитальный ремонт канализации, которого они не могут добиться. В то же время, пару лет назад, здесь был проведен капремонт фасада и водоснабжения. Когда речь шла о всех остальных капремонтах, мы заявляли, что первоочередным для нас и важным является ремонт канализационной системы. Не так важен водопровод. В результате, по словам жильцов, в этом полуподвальном помещении был выделен участок, который залили бетоном и на нем установили индивидуальный тепловой пункт. Хотя жители упорно сопротивлялись нововведению. Нас убеждали, потому что у нас понизятся, скажем так, расходы на отопление, на горячую воду. Из прокуратуры проезжали, проверяли и говорили, что подставить нельзя. И вот туда, потому что здесь постоянно течь, вот установили под моей квартирой. Причем мы собирали даже подписи, чтобы этот бойлер не ставить. Теперь жители переживают не только за свою безопасность, но и за непредвиденные расходы. Мы говорили, что нельзя ставить неподготовленное подвальное помещение, данный узел. Тем более, что данный узел перекидывается на плечи жильцов. Его обслуживание, ремонт. Вот сейчас он затоплен, вот если он сломается. Все-таки не это самое, не три копейки стоит, а дорогостоящее, такое дорогое. Восстановление будет тогда, это значит, опять за наши деньги, если что случится. А мы здесь ни при чем совершенно, потому что вот постоянно затапливает. Таким образом, жильцы говорят о том, что в Рязани одна из граней системы ЖКХ, в прямом смысле слова, дала трещину. Не решив одну проблему, горожане получили другую. Анна Герцовская, Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует...